Ребята, всем привет! Вы не представляете, какое у меня отличное настроение. Это просто взрыв мозга. Самое удивительное, я сейчас сразу начну с новостей, которые, возможно, кто-то из вас пропустил по поводу моей жизни. У меня диагноз, блин, я не знаю, что за диагноз, что это за фигня такая. Сегодня в этом влоге я вам расскажу, что со мной случилось несколько дней назад, что я даже вчера ходила к врачу, к неврологу, и сейчас пью какие-то таблетки по рецепту. И на самом деле я в шоке, что это со мной происходит, потому что я, мне кажется, один из тех людей, которые вот через себя пропускают все, но при этом спокойно реагируют. Я постоянно смотрю мужское и женское, про тяжелые судьбы людей, постоянно решаю какие-то там терки в кругу своей семьи, там, это то несет, то не так. Мама с братом что-то выясняют по поводу институтов, обучения, все равно какие-то напряжения в семьях, в любых присутствуют. Я как бы всю жизнь через себя все это пропускаю, помогаю решить всем своим близким, всем своим друзьям, всем своим подписчикам решить какие-то их проблемы, которые, возможно, очень-очень тяжелые. Я даже сама не знаю, как их решить, да, но пропускаю их через себя и, может быть, даже как-то проецирую. Я не знаю, но, в общем, тут у меня недавно был какой-то приступ, какой-то панической атаки, я не знаю, что это, но началось это в тот день, когда я поехала на дачу к маме. За рулем у меня все это началось. Хотелось бы вам рассказать, пока я очень медленно еду в пробке, можно так сказать, что позавчера у меня было неприятное какое-то состояние, вчера все было хорошо, вот сегодня у меня опять какое-то очень непонятное, странное состояние. У меня как будто бы какая-то тревожность, я не знаю, что это за фигня. Я когда, вот, не знаю, минут 30 назад ехала, у меня сердце стучало, как будто бы тошнило меня, и я даже ехала вот так. Прям прикиньте, а это самое ужасное, когда ты едешь за рулем, и я не знаю, что, может, с давлением что-то, я вообще ничего не понимаю, но состояние просто было отвратительное. Я заехала в Бургер Кинг взять водички, картошки, не знаю. Вроде сейчас как-то полегче стало, фиг пойми, очень странно. Я отдыхаю, кайфу, наслаждаюсь. Вот сейчас, кстати, мне уже лучше, и мне кто-то написал то, что, возможно, меня сглазили, еще что-то, прочитая молитву. Я, кстати, сразу об этом подумала. Не то, что сглаз, но очень странное какое-то состояние было, и после того, как девочка одна написала о том, что, возможно, какой-то сглаз, еще что-то, я реально прочитала молитву, и мне стало легче. Может быть, это самовнушение, но сейчас мне хорошо. Не знаю, было у вас когда-нибудь чувство тревоги или нет. У меня было, и как раз-таки это именно были те разы, когда я очень сильно худела, когда я там поругалась с парнем, еще что-то, вот такие вот моменты. Понятное дело, у тебя типа как невроз, там нервный срыв какой-то, да, у тебя очень сильная тревожность внутри, что тебя там бывает тошнит, что ты не можешь кушать, что ты там, не знаю, не можешь уснуть, у тебя там сердце стучит, ты слышишь его. Так вот, рассказываю. Я ни с кем не поругалась, парень меня не бросал, я с ним тоже не расставалась. В жизни у меня наоборот все, слава богу, тьфу, 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 блин, наладилось, и все реально классно, и с работой хорошо. То есть обычно, если у меня есть какие-то там переживания, потому что в кругу семьи у меня все нормально, обычно спокойно, мы все адекватные, все друг друга поддерживаем, любим, да, то есть просто так на ровном месте не будем выносить мозги. И поэтому обычно, как бы, если я нервничаю из-за чего-то, так это из-за работы, там, просмотры, может, где-то что-то, и то даже не просмотры, а просто вот, ну, там, знаете, типа, ой, все, я непопулярная, меня не любят. Но в основном все мои проблемы внутри, да, из-за чего я расстраиваться могу, это из-за работы. Например, какой-то проект не подтвердился, я там рассчитывал на него, допустим, ну, что-то такое. И вот сейчас даже вот с этим у меня все изумительно хорошо. Я прям чувствую, что я востребован, знаете, у меня реально все классно, то есть прям хоть иди сейчас и покупай себе кроссовки Gucci, настолько хорошее настроение. Но я лучше куплю робот-пылесос, об этом позже. Я такой человек практичный. В общем, рассказываю. И я ехала на дачу, и у меня началось вот это вот в машине чувство тревоги, что, знаете, вот мне показалось, что я сейчас в обморок упаду, что у меня там сознание потеряется, не знаю. У меня вот так вот лицо вниз потянуло, то есть вот прям вот такое, знаете, состояние, прям как будто бы меня вот что-то опускает вниз. Немножко была тошнота, но как будто бы и не тошнит. Вот это чувство тревоги, сердце стучит. Я вот ехала вот так вот. Вот так вот я ехала за рулем. Очень было страшно на самом деле. Я даже остановилась. А на даче-то ехать долго. Это не то, что там 20-30 минут. Это, блин, часа два. И то, как бы, ну, дай бог, что полтора часа сорок, но обычно это часа два где-то. Вот. И я, короче, еду, я понимаю, что ну все, это просто кошмар, это капец. Я не знаю, что делать. В итоге я остановилась, заехала в Бургер Кинг, взяла себе картошечки, водички попить. И вот как-то вот я поела, и вроде чуть-чуть мне полегчало, но все равно всю оставшуюся дорогу, которую я ехала, это где-то примерно час двадцать, у меня было такое, знаете, состояние, как будто бы я в какой-то компьютерной игре, как будто бы все вокруг меня нереальное. И я еще еду за рулем, и у меня постоянно вот паника в том плане, что сейчас я потеряю сознание, или у меня сейчас, ну, не такая хорошая внимательность, скажем так, на дороге, из-за этого состояния я могу не среагировать, что-то вдруг я врежусь, еще что-то. Ну, то есть вот у меня прямо вот на этой почве еще больше все это разгонялось состояние, но когда я подъезжала к даче, я даже музыку не могла слушать. Ну, знаете, обычно я еду за рулем, пою какие-то песенки такая, что-то стараюсь, придумываю, а тут у меня не было сил просто даже говорить. И что в итоге-то? Я доехала до дачи, и когда я подъезжала к даче, мне уже полегчало. Я сейчас кратко, быстренько стараюсь вам рассказать. Я это уже рассказывала в сторис, но хочу это и здесь тоже запечатлить. И когда я уже подъезжала к даче, мне стало легче, и когда я уже приехала на дачу, мне вообще стало хорошо. То есть я спустилась на землю, да, с машины, я уже чувствовала землю под ногами. Я еще немножко тяжело говорю, потому что у меня только что чистка зубов была. Короче, и вроде все ок. Все, я попарилась, виню выпила, шашлык поела, с родичами поржала, поотдыхала, покайфовала. На следующий день мне уезжать в Москву еду. Выехала, вроде все нормально. И я понимаю, что опять за рулем меня настигает, я не знаю, вот это вот чувство догоняет меня. У меня опять тревожность внутри, мне страшно. Я такая, так, все, я включаю свой плейлист самых классных треков, которые всегда поднимают мне настроение. И как-то вот потихонечку отпустила, но это все равно страшно. И в этот же день, когда я вернулась с дачи в Москву, ночью, ну, ближе к утру, как обычно мы ложимся спать, у меня опять было вот это чувство тревоги, но уже дома в кровати. И знаете, что, конечно, в машине намного страшнее, когда вот это тебя, чувство тобой овладевает, скажем так, потому что ты начинаешь еще больше загоняться, из-за того, что ты за рулем, вдруг что-то произойдет. Когда ты лежишь дома в своей кровати или просто ты дома, не так страшно. И, в общем, вчера я съездила к неврологу, и сегодня, когда я буду дома, я вам расскажу, что у меня за диагноз и что вообще за фигня. А сейчас мы со Славой поедем в ТЦ. Так, мы приехали в ТЦ. Вчера мы здесь гуляли, но, к сожалению, мы сюда заехали, уже было оплотновато, и все потихоньку закрывалось, поэтому мы не успели купить то, что мы хотели купить. В общем, ничего толком не успели, поэтому сегодня мы приехали сюда снова, чтобы, во-первых, купить робот-пылесос. Я уже давно об этом думаю. этот таймер говорит о том, что у меня пора пить таблетки. Мне не разделились по поводу этих таблеток. Многие мне начали писать, что не пей их, потому что от них жесть вообще. Сон клонит, и привыкание ужасное, и потом без них жить не сможешь, и слезть с них не сможешь. А кто-то пишет, обязательно пей, это вообще пушка бомба, и типа у людей побочные какие-то эффекты из-за того, что они пьют еще какие-то другие лекарства. Зай, что ты думаешь по поводу того, что у меня диагноз? Ты больна? Да. Да нет. Диагноз – это фиговая история. Это плохо. Я очень переживал вчера за тебя, когда ты была у врача. Ну, надеюсь, что после таблеток ты успокоишься, и тебя больше никто не будет доставать. Я вчера была такая спокойная, что мне казалось, что у меня все тело мягкое, ватное, и я Славе говорю, потрогай мои ноги, они такие мягкие. Да. весело. Так, ну что ж, нам нужно купить робот-пылесос. Все-таки многие пишут про Xiaomi. Здесь нет Xiaomi. Там прям магазин их целый. Ну, значит, поедем туда. Я тоже хотел, ну, посмотреть Xiaomi. Да. Мне кажется, что у них прикольные эти. Но тот же Samsung, который мы смотрим, он тоже крутой. А зачем же нам все это рекомендовали Xiaomi? Ну, они примерно почти по той же ценовой категории, то есть, ну, даже, кажется, на примерно такие же пункты. Можно меня сейчас посидеть, сейчас? Для скрина. Я только так могу смотреть. Давай, сними, сними, сними. Он меня поцеловал. Я его обманула. Я просто сегодня такая счастливая, потому что вчера я думала, что все. Ты на колесах просто. А еще вчера я вырубилась. Все-таки они реально сонят клон. Сонят в клон. Я не могу такое слово сонят. Я вчера в сторис тоже так сказала. Клонят в сон. Я сказала, Сонят в клон. Я говорю, ну ладно, вы поняли. Нет, это уже с головой, зайки. Клонят в сон. Это уже с головой проблемы. Не-не-не, это из таблеток. Это моего стресса. В общем, вчера я хотела зайти сюда, в этот, уютеру или домовой. Не знаю, как они там называются, всякие эти магазинчики. А, кстати, еще, когда мы здесь были вчера, я зашла в Зару. Да, пойдем погуляем. Я зашла в Зару и купила себе кучу разных классных топиков. И я думала, взять мне сумочку или нет. Там сумочка была, она, по-моему, 3000 стоила. Я просто, почему вообще захотела туда пойти и потратить немножко денег? Я немного потратила, если что. я купила, я купила 5 топиков каких-то, ну, типа, обычно я вообще вещи не покупаю, вы знаете. Вартерная жизнь. Вот. Но зато настроение мое поднялось. Вот я сегодня в новом топике чувствую себя красивой, веселой, жизнерадостной. Да, Найка? Да? Да. Вот. Я хотела взять сумку, она такая мягкая, только одна джинсовая, прям светлая, другая серая. И все, короче, проголосовали за темно-серую. Я не знаю, может быть, еще раз сегодня посмотреть на нее, может быть, она мне нужна, может быть, она мне нужна. У меня столько классных сумок, зачем она мне? Да. Так что вот, домовой, все-таки, это домовой магазин. Тут куча всякой всячины для дома, сейчас сюда зайдем. Вот такие таблетки мне прописали. Их без рецепта не продают. Вот такие таблетки? Да. Выпила только что вторую половинку одной таблетки. Они прям маленькие очень вообще. Да. Мини-мини. Очень интересно, какой приход я словлю сегодня. Потому что одно дело, когда ты ночью лежишь после бокальчика-винчика в кровати, ну, непонятно, может быть, ты расслабился просто, потому что ты расслабился. А другое дело гулять по ТЦ. Посмотрим. Ты, главное, береги свое хорошее настроение. Это самое главное. А все остальное наладить. Ну, не может быть плохим после половинки такой таблетки. О, все, таблетка начинает действовать. Ну, интересно, почувствуешь что-то или нет? У нас, у нас влог, да, экспериментальный. Мы хаваем таблетки и рассказываем вам об их действии. Да. Я, если что, не ем таблетки эти. У меня все норм с психикой. Ты шо, Ва? Я вообще адекватный. Я тоже, я поэтому удивлена. Мы зашли в этот домовой, купили две прозрачные большие банки для всякой фигни, типа гречки, для скульчих продуктов. Ну, я так хотела, не знаю вообще, зачем они мне нужны. Лампочки купили. Что еще? Ножик. В общем, я думала вчера, что я так как зайду, как там понавыбираю, в итоге я зашла и мне ничего, оказывается, там не нужно. Бывает, Зай. Ничего, не расстраивайся. Я бы хотела съездить в Мегу, Зай, в Икею. Съездим? Сегодня, не хочешь? Не очень. А чего, а чего мне хотеть ехать в... в Мегу? сегодня. Просто. Ладно, какой у нас дальше план действий? Все, что ты захочешь, Зайка, все ради тебя. Я приехал сюда ради тебя. Да? Конечно. Нам нужно купить пылесос. Вот. Ну, пошли туда за руку, посмотрим ссылочку туда. Какую? Ту плюшевую? Да, да. Ты все-таки не можешь, да, ее забыть? Я думаю о ней. Она же не 40 тысяч, не 100 тысяч стоит. Она о тебе не думает. Ну, надо зайти и посмотреть. Ну, ладно. Погнали. Кстати, когда он выйдет? Какой? Твой влог. А, как я его смонтировал? Сегодня будем заниматься монтажами. Ну, я бы хотел сегодня, да, закрыть этот вопрос, потому что я уже неделю пытаюсь его смонтировать. Вот такое засранец. А еще я сделал еще большую ошибку. Я начал снимать второй влог, не смонтировав первый. Это вообще так не люблю делать. Короче, надо закончить сначала первый влог, а потом снимать второй, потому что пока ты не закончишь первый, то второй никогда не выйдет. Соответственно, просто тратишь зря силы и... Ну, то, что ты снимал, типа, для второго влога, засунь в первый влог и все. Я об этом тоже... Я так делаю. Я об этом тоже думал. Может, так и сделаю. Спасибо за советик. Да, пожалуйста. Сегодня в моих планах было сделать себе какую-то классную укладку и поехать уже гулять, тусить, заниматься всякими делами, делать чистку, забыл. Сделали мне чистку, сняли камушки всякие налеты. Приятные ощущения во рту, как будто бы действительно что-то сняли. И я так полагаю, что все-таки виниры, они, конечно, цвет не меняют, но за счет того, что у тебя вокруг зубов частички вот этого налета, знаешь, камней, за счет этого виниры тоже могут казаться темнее. Не страшно, все равно незаметно. Самое главное, что сегодня наконец-то в нашей жизни появился ирригатор. Кто не знает, что это, забейте. Это такая... Забейте в гугл. Забейте в гугл. Эта штука под напором очень сильным плещет в тебя водой в твои зубы и выбивает частички. Короче, ладно, пошли, и что нам, веб-видео? Мы не будем там смотреть плицов, там его нет. и утюжок этот тоже не будем брать, да? А сколько, интересно, Xiaomi этот стоит? Да, тоже до 30. Ладно, надеюсь, что это окажется не тупой покупкой, в любом случае всегда в жизни пригодится. Поехали! Подожди, пошли смотреть сумку мне. В общем, вот такие вот мы счастливые. Докань, докань. Погнали в луж. Фу! Слава фанат лаж. Представляете, какой зайчик? Я называю его луж. Луж. Да, просто на самом деле из нас двоих Слава больше любит принимать всякие ванны. Конечно. Я просто не люблю для меня очень много пустой траты времени. Ну, не знаю, я не расслабляюсь. Я когда лежу в горячей ванной, я не расслабляюсь, я думаю о том, что так, вот я столько времени просираю, а мне еще нужно постирать белье, помыть полы, подмыть там собаки поп. Да дело не в этом. Ванну просто... Меня вообще не расслабляет. Меня расслабляет массаж, знаешь, и то я лежу на массаже, когда... Кстати, о массаже нужно обязательно записаться, я об этом мечтаю постоянно. Какого фига я не исполняю свои мечты? Кто, если не я, твою мать? Я расслабляюсь только на массаже, потому что когда мне его делают, я думаю, так, мне сейчас еще и косточки полечат. Ты в бершку идешь? Перепутал. Извините. Жесть. Не, я ничего против бершки не имею, просто я там миллион лет уже не одеваюсь. Да как, в принципе... Просто поворот не туда называется. А вообще, в принципе, я так редко стала одеваться в других магазинах, даже как Zara, да, там, Blumbir, Stradivarius, Бершка. Раньше это были магазины моей... моего детства, просто моей жизни. А сейчас, когда есть куча шоурумов и всяких брендов, сложно. В общем, сейчас будем смотреть сумку мне, и я решу, нужна она мне или нет. Это опять вчерашняя бракованная. Одно я точно знаю, что они очень быстро портятся. Вот. Видишь? Что это? Брак. Но на самом деле не знаю, как это решить. Вот серая сумка. Блин, а какого фига есть у нее такие джинсы надела? Я же хотела другие. Вот такая. Серая лучше смотрится, да? На этой сумке хочется положить свою голову и лежать. Я знаю, я про это говорю. На фотках, в сторисе она выглядела неплохо. Я вчера снимала ее. Фигня? Ну, это тебе решать, потому что смотря с каким луком ты будешь одевать эту сумку. Даже с этим, Зай. Ну, с этим серая лучше. Вот эта вот лучше. Конечно, она тебе под джинсы. Тут уже вопрос брать мне вообще в принципе или не брать. Она, это же аксессуар, Зай. Их нужно одевать под определенную одежду. Типа, возьми, она всегда тебе пригодится. Вдруг ты захочешь... Она стоит 3 300. Мне кажется, дорого для такой сумки. За полторуху я бы ее взял. Я бы тоже. Нет, честно, не смешно. У меня есть сумки, которые я реально понимаю, что вот они стоят того, чтобы я на них заплатил деньги. Да, она типа такая. Ну, гипотетически у меня и эта сумка офигенская. Да? Да, нет, это в 100 раз круче, понятно. Но просто это же аксессуар. вдруг ты захочешь на какую-нибудь пижамную вечеринку прийти, и у тебя как раз будет такая сумка. Это же идеально. Это же идеально. Какую офигу я не уговариваю? Это же идеальная сумка для пижамной вечеринки. Я не уговариваю, я просто выражаю свою точку зрения и как бы, ну, тебе выбор либо прислушаться, либо, ну, сказать то, что ты думаешь, и все. Да, понятно. Либо купить, либо не купить. Это же, в первую очередь, на твоих ощущениях. Скажите меня. Ну, вот, посмотрите, вот она девочка моя. Девочка моя с сумочкой. А что же мне с Диеной делать? выбрать? Может быть, украсить. Зай, не говори глупостей. Выбери, либо берешь, либо не берешь. Я знаю, сделать выбор, это очень тяжело. У меня есть деньги, реально, есть. Да, я тебе не... Я верю тебе. Да, я как будто бы жалко ну да, для фоток, в принципе, всегда прикольно будет. Ну, типа, да, для фоток норм. Да купи себе, господи, что ты... Да все, купи и не это, и не парься. Я просто выражаю свою точку зрения. Пойдем. Зато ты, если будет пижамная вечеринка, ты будешь готова. Ребят, позовите мне кто-нибудь на пижамную вечеринку. Нет. Мне очень надо. Не зовите никуда. Зовите. Нет. Так, ребята, мы со Славой поменялись местами, потому что я не хочу спать в порядке. Эти таблетки не вводят меня в состояние сна, но вдруг сейчас, как только я сяду за руль, вот так вот вырублюсь башкой в руль и буду спать. Поэтому мы поменялись местами. Мы зашли в Зару. Ну, вы видели, я взяла себе сумку. Короче говоря, назовем эту сумку дешевой, потому что у меня есть сумки, которые стоят больше 100 тысяч. Таких немного. К сожалению, да? Но как бы есть чем сравнивать, поэтому назовем так. В прошлый раз такая дешевенькая сумочка из магазина Страдивариус у меня очень быстро, скажем так, умерла. Поэтому я скептически отношусь к таким вещичкам. Сейчас мы едем в другой ТЦ. Сказала я об этом или нет? Я просто очень, мне кажется, все быстро забываю из-за этих таблеток. Да нет, я думаю, они ни при чем. Просто у меня такой релакс. настроение. Короче, меня так бесят мои волосы неухоженные сейчас, потому что я не причесалась утром нормально. Я ничего с ними не сделала, да, я планировала закрутить их, накрутить. А теперь вот, посмотрите, какие у меня. Кто это? Это Бэби Хэйри? Бэби Хэйри? Бэби Хэйри? Я не знаю, что это за фигня и почему они так стоят. Они, наверное, просто немножко возбуждены из-за моего тревожного состояния. Короче. Это наводка на воду, знаешь? Есть с палками фигня. Они показывают, где вода. Да, у тебя волосы показывают, где вода. Кто я за этот мультик есть? Вот этих чудиков с челками такими. Не смурфики, а какие-то тролли. Я тролль. Понял? Смотри. Я тролль. Таблетки огонь, ребята. Короче, я хотела вам вообще рассказать не эту, господи, как мне просто бесит эти волосики стрёмные, да, некрасиво, нифига. Хотела рассказать вам то, что когда я сижу на пассажирском сидении, я ощущаю скорость абсолютно по-другому. То есть, когда я за рулём, например, я еду 100, по моим ощущениям, я еду 80, типа вот так вот. Ну, то есть, я же могу ощутить скорость, да, я уже водитель со стажем, но когда я сижу на пассажирском сидении, человек, например, едет 60, мне кажется, что он летит 150. Я не знаю, из-за чего это, но у меня всегда вот такое тревожное состояние, когда я на пассажирском сидении. Неважно, кто за рулём. Больше всего у меня тревожности, когда я с Кариной еду, потому что Карина Шумахер ещё тот. Причём, самое интересное, что я всегда на панике, когда она за рулём, но при этом я знаю, что она, типа, видит, что она, ну, как бы, успеет затормозить, что она всё видит, но просто у неё такой стиль вождение жёсткий, маленько, такой, вау-вау-вау, туда-сюда, ну, вот это, знаете, с шашечками вот этим или как-то ездить, объезжать всех. Я такое, я вот очень спокойно езжу всегда, всё такое. Ну, короче, просто хотел определиться, рассказать эту ситуацию. Ой, мне сегодня ещё поработать надо, мне нужно написать сценарий. Ребята, вы просто офигеете с того, какой рекламный заказ ко мне пришёл. Я не буду сейчас говорить, понятное дело, потому что, ну, мало ли, вдруг они ещё соскочат и будет тупо потом. Я думаю, что в скором времени вы узнаете или потом я вам расскажу, если вдруг что-то там соскочит, не соскочит. Я в шоке, что у меня взяли такую рекламу, хотя я, мне кажется, сама подвела свою аудиторию и клиентов, так скажем, к тому, чтобы у меня взяли такую взрослую, взрослую рекламу. Я думаю, многие, возможно, догадались, о чём ещё идёт речь. Я... Я это не вставлю, потому что с этого видео я планирую заработать на монетизации. Но да, то, что вы не услышали, что он сказал, да, это. И я планирую эту рекламу засунуть в следующий выпуск темы, но не беспокойтесь, ну, вы знаете, чё я, я уже мастер рекламы, вы же знаете, вы хорошие. Вот. Но на самом деле это будет просто очень в тему, это... Тема в тему. Это будет тема в теме, поэтому я считаю, что кайф. Просто это будет супер подходящее видео для такой рекламы, тем более, что, ну, это полезная реклама, это то, что я, в принципе, и от себя хотела бы сказать в следующем выпуске, тем более, если он у нас будет на тему 18+, а я планирую в любом случае подвести как-то к этому, даже если мы будем говорить просто про отношения, я просто еще пока не знаю, что я выберу, да, какую тему для этой рубрики, но вы поняли, в общем, сейчас мы приедем в ТЦ, чтобы купить там классный пылесос-робот и будем смотреть, как он засасывает грязь. Я хочу, чтобы он мне полы мил, делал кофе и массаж. Сколько стоит такой? Я знаю, что он не будет хорошо мыть полы, он будет просто их увлажнять и как бы вивины саки разносить по дому, я с этим согласна. Мне главное, чтобы не было вонючих капелек на полу. Я думаю, что люди, у которых есть собачки, которые дома ходят в туалет, они меня понимают. Я спокойно говорю на такие темы, если вам неприятно, вы кушаете, извините. Но в этом ничего такого нет, это жизнь. И вот такое бывает, собачка сходила в туалет, побежала, побежала, и пока добежала, все везде раскапалось, разбрызгалось, и если как бы это сразу там не вытирать, то остаются такие маленькие капельки. Так что вот, а, нам еще нужно зайти за продуктами, а еще, кстати, я так и не начала еще покопить витамины, хотя зря, приеду домой сегодня, тогда я начну пить витамины, потому что чуть-чуть я забегала, замотала, забыла. Вообще, я безумно счастлива, что вчера я сделала реснички, новые, не коррекцию, новые, представляете? Сегодня я сделала лазер, чистку зубов. Я так долго оттягивала чистку зубов, хотя мне нужно обязательно, каждому человеку нужно обязательно раз в полгода делать чистку зубов от налета, от камней, уж тем более, если у вас виниры, то это просто обязательно, никогда не забывайте, на самом деле, потому что чем чаще вы ходите, тем приятнее будет последующая процедура. Очень быстро мне сделали в Smile Studio, тем более, что там у них постоянно всякие классные, крутые скидки, я всем рекомендую уходить именно туда, в эту клинику, у меня туда все ходят. Короче, вот настроение огонь, да, мой хороший? У тебя тоже сегодня хорошее настроение? Очень. Расскажешь потом, что ты купил? Да. Дома покажем наши покупочки, у Славы такие покупочки, просто из рифмозда, я сейчас просто заплачу, от того, какой у меня модный, красивый, да, что, правда, очень модный, очень красивый. Короче, Слава взял себе джинсовую белую куртку, она похожа на мою куртку, но суть в том, что эта куртка идеально подходит к славянным белым кроссовкам, бежевым, таким же, как у меня, и мы такая пара. Мы кроссовки подбирали специально. Да, какой красивый свет. А еще мы досмотрели, кстати, этот бумажный дом. Вот здесь вот эта вот линия, откуда она, от чего она? Ну, от чего-то. Может, от этого? Солнце же, дай. Ты ж мое солнце. Досмотрели мы бумажный дом. Кайф. Ну, нормально. Мне понравилось. Мы очень злые, потому что нет пятого сезона, а в пятом сезоне продолжение четвертого сезона. И мы злые, негодуем, и мы такое терпеть не любим. Когда сезон не закрывается. Да, и получается, что у нас все застопорилось на непонятном моменте для нас. Что же будет дальше? Но вчера мы начали смотреть новый сериал. Ну как? Начали, но я уснула, вырубилась из-за этих таблеток. Кстати, офигенная тема. Знаете, я вот так люблю, когда я вырубаюсь и сплю. Не то, чтобы у меня проблемы со сном, нет, нет, просто у меня режим такой, не очень. Но я не верю вот в это, то, что мне нужно рано вставать, рано ложиться. Я думаю, что мне просто нужно спать. А не важно, во сколько я ложу спать, тем более, если каждый день это одинаково, да? Согласитесь, есть же такая тема, что неважно, во сколько ты ложишься, это все фигня. Как она обедная. Да забей, у нее тяжелый пакет с сумками. Пакет с сумками. Ребята, я сегодня в ударе. Вчера включили новый сериал Дракула. Ну прикольно, мне, кстати, что-то снилось типа с средневековья какого-то. Я думаю, что из-за этого сериала. Ну, на грани немножко юмора там интересной. Интересная подача. сняток классно и типа иногда бывало стрёмно. Жалко, я вырубилась когда-то не помнишь? Нет, ты же развернулась. А, ну да. Я отвернулась от слова, чтобы он не спалил, что я спила. Я тебе сказала, давай спать. Я ему говорю, все, я засыпаю, давай спать. Он такой, не, ну давай еще. Я просто поняла, что все, без вариантов. В итоге я просто вырубилась в какой-то момент, я сама даже не поняла, когда. Да. Посмотрим, во сколько вырублюсь я сегодня, потому что мне же все пишут, типа, вот эти таблетки, ты вообще будешь как овощ ходить. Единственное, что мне сегодня было очень тяжело встать, прикиньте, я в 2 часа дня проснулась, конечно, мы поздно легли, да, но встать мне было пипец как трудно. У меня будильник стоял на час. Ну, я знаю, что вы в шоке, да, с моего режима, но как бы это норм, это норм. Это как вот нормальные люди стоят там в 9, в 10, для них это норм, вот для меня норм типа в час, в 2 встать. Я поставила будильник на час и на час 30 и смогла я проснуться только в 2, и то, знаете, вот я просто вот заставляла себя вставать, и потом очень долго я не могла, не могла, да, не могла глаза открыть, да, не могла очень долго открыть глаза, уже я умываюсь, а глаза все равно не могу открыть. Кофе мне было очень тяжело делать, вот это вот все движения, вот, и, конечно, не знаю, из-за таблеток это или нет, но было сложно. В общем, мы уже приехали в ТЦ, представляете, какая у нас веселая дорога, так что надеюсь, что сейчас мы купим пылесос, и он будет пылесосить постоянно, потому что у нас еще темные полы, и это просто жесть, на них постоянно все видно. Кстати, кино уже открылись, ребятки. Если вы еще не ходили в кино, то не ходите, потому что я не знаю, я не хочу ходить в кино сейчас, потому что все равно у меня есть какой-то, ну, не то что страх, но зачем, зачем лишний раз мне идти туда, где все сидят в закрытом помещении. Да, я хожу в ТЦ, да, но, блин, ТЦ и кино закрытое, все равно. Вот, но, да, кино открылись, это кайф, но мы в кино не пошли, мы просто пришли и купили начи с сырным соусом. Все, погнали? Да. Короче говоря, мы приехали в парк, я не снимала в магазине продуктовом, потому что хотела все быстро, очень успеть, и мы заехали за Вилочкой, я очень сильно сюда спешила, чтобы увидеть закат, но нифига в итоге я не увидела, никакого заката, сейчас уже потемнеет, я злюсь очень сильно, но внутри спокойствие, из-за этого я еще больше злюсь. Так что просто посижу и посмотрю в никуда. Тлен, жизнь тлен. Да, я очень расстроена, что мы не успели посмотреть закат, потому что у меня была гениальная идея провести сегодня вот так с подденью, видеть закат. Вы видите закат, я нет, потому что его нет. Ну и что ты молчишь? А что тебе рассказать? Ну нет заката, и что? Все равно красиво. Точно. Ты можешь напеть ту песню, которую мы с тобой пытаемся найти? Прекрати петь, это ужасно. Офигенная песня, но мы не можем ее найти, там поется так. Вот, ребят, напишите в комменты, что это за трек, пожалуйста, очень хочу. Я забыл, как он называется, но его по... А ты знал, что ли? Ну я гуглю. Можно вниз упасть, чтобы жизнь не казалась таким тленом, типа добить себя, знаете? Мой стайл. Тебе не нравится? Смотри, какая чудесная жизнь. И так, ребят, мы уже дома, я хочу вам показать то, что мы купили в продуктовом. кексик, сухарик, туалетная бумага, чипсы, чипсы, чай, попкорн, вот такие конфетки, мне нравятся, кому тоже лайк, но я очень редко ем, поэтому дай бог, чтобы я хотя бы штучек пять съела за чаем. Чипсы. Что же в холодильнике? Тут мне опять нужно разбираться, потому что куча всякого-всякого. Самое главное это оседрина, которую я прямо сейчас возьму и себе кусок отрежу. Я очень сильно люблю такую рыбку, беру ее не так часто. Сколько тут грамм, интересно? 366 грамм, что ли? Ну, короче, очень вкусно, обожаю ее. Вот такого сыра взяла, хотя у нас есть из эко-маркета еще вот такой сырочек, но он пипец, какой соленый. Липтон сок, горошки и эти кукурузки. Ну и все. Это, в принципе, то, что вот именно купили. Ну и соки. А все остальное уже было. А, соль, еще огурцы, помидоры, лук. Сегодня я красилась утром здесь. Видите, вот кофе не допила, потому что торопилась и хотелось быстро-быстро все сделать. Тут ремень мой валяется. Просто валяется. Да нет, на самом деле, когда мы домой заходили, перед тем, как пойти гулять с его, я его там бросила. А сейчас у нас тут будет распаковочка того, чего мы сегодня приобрели в нашей жизни. Пока Слава тут красиво все раскладывает, я хочу вам показать то, что недавно мне пришло с магазина Бонни Бокс. Не знаю, в курсе вы о таком или нет. Я в Инстаграм оставляла ссылку. Ну, в принципе, я его сама нашла в Инстаграме, а до этого на сайте просто в интернете искала, где заказать штучки для кистей. Короче, смотрите, это именно для украшений. Огонь, да? Я сюда собрала все, что у меня есть, мне кажется, и то, что я не ношу, и то, что ношу, и бриллианты, и просто украшения. Даже сюда зачем-то положила этот платочек. Тут гвоздики у меня, видите, с бриллиантами. А вот это, кстати, браслет тоже с бриллиантами, но я его не ношу, так тупо. Здесь все вот в таком стиле, вот в таком духе. Тоже моя полочка здесь, вот так. И вот это полка чистой славы. Тут тоже его цепи, кольца, украшения. Кстати, смотри, что я нашла. Что это? Не знаю, ты мне скажешь. Мое, что ли? Да. Но не мое. А на последнем, короче, резинки. Вот они, резинки и этот цепь типа на жизнь. А, это зефира, точно, это зефиры концерта. С концерта, да. Мы когда познакомились, ты носил. Класс. Ну все, я готов к распаковочке своей. Вот эта штучка, я не знаю для чего, наверное, тоже для каких-то баночек, там еще чего-то, но я поставила ее сюда. Здесь стоят наши дезедараунты. Тут большие резинки, вот это, а здесь обычно стоит моя расческа, но сейчас ее тут нет, потому что я сегодня утром уходила, все разбросала. Ну не все, ну короче, вы поняли. Что у меня изменилось в моем столе? Во-первых, здесь стало пусто, можно так сказать, тут какой-то хлам, который я потом разберу. Раньше здесь были украшения. здесь, здесь не смотрите то, что нет косметики, это то, что я унесла, но хочу показать вот такая штучка тоже с сайта Bonnie Box. Она вообще, я думаю, предполагалась для вот всяких таких приспособлений, но, к сожалению, у меня очень неглубокий стол и, ну как бы, ну короче, вы поняли, я сегодня, ну не сегодня туплю, а просто что-то туплю. Помадки тут вот так вот положила, в принципе, удобно, потому что они вот так вот не валяются туды-сюды и, ну короче, вот в коридоре вот такая вот штучка для очков стоит, тоже Bonnie Box. На самом деле безумно удобно, потому что сразу хочется даже очки носить, я их так редко ношу, а тут они все на видном месте, не пылятся, не валяются и, ну, догоните, кайф. Я знаю, что, по-моему, есть такие непрозрачные, то есть все, что я вам показывала, есть еще в цвете белый, черный, но я захотела прозрачные. Понятное дело, чтобы сразу все видеть. Тут у меня просто компьютерный центр, я монтирую фильмы, на самом деле я просто очень долго переношу информацию со старого компана новой, в общем, тут у меня тоже такая штучка с очками, видите, но тут я уместила в каждую по две. На самом деле спокойно помещается, просто у меня не так уж прям много очков, чтобы, короче, вы поняли. И напоследок в этом влоге я хочу вам рассказать, какой же диагноз мне поставили. У меня есть бумажка, с которой я сейчас все буду читать. На самом деле я думаю, что это какая-то фигня, это просто они не знали, что еще у меня такое происходит, потому что тут в интернете написано, что это когда типа плохой, неглубокий сон, у меня максимально хороший, глубокий сон, просто у меня какого-то фига появилась какая-то тревожность беспонтовая, непонятная. Ну, короче, диагноз G90.8 это типа название диагноза. Другие расстройства вегетативной, в скобочках автономной нервной системы, астеноневротический синдром, тревожно-фобический синдром. Вот такой вот мне поставили диагноз. Рекомендовано. Консультация психолога и психотерапевта, общий анализ крови, прописали мне, короче, аторакс. Половина таблетки два раза в день три дня, одна таблетка два-три раза в день один месяц и опять половина таблетки два раза в день одну неделю. Это типа, чтобы слезть с этих таблеток и магнея B6 форты мне прописали витамин. Так что вот такие у меня новости мои хорошие. А, я же вам хотела тоже показать какие топики я купила себе. Ладно, знаете, я вам не покажу их в этом влоге, потому что скоро я буду снимать видос про вещи, которые у меня в принципе появились в жизни. Их очень много классных, разных. Уже давно много всего клёвого появилось. Поэтому ждите в другом видосе именно распаковочку моих вещей. Ну, не распаковка, а представление так называемое. В общем, я на этом заканчиваю, потому что сейчас мы будем уже разбираться, убираться, готовиться к ужину так называемому, отдыхать, шучу, разбирать вещи, монтировать. И мне ещё нужно поработать, сценарий написать. Короче, настроение хорошее. Спасибо большое, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился, надеюсь, что он был интересный, надеюсь, что вы скучаете по мне. Я вас очень сильно люблю. Оставляйте комментарии, потому что я всё читаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!